так 26 апреля 2024 год и уже упоминала первом видео о том что газовщина чернобыля но думал этого хватит нет нет в комментариях боты добавили темы для обсуждения значит я упомянул предыдущие видео что нашему советскому замечательному кавычках социалистического государства было настолько насрать на народ что после чернобыльской катастрофы народ этот выгнали на первомайские демонстрации вот этим батяра ну один конкретный до пишет о том что вот эвакуировали блин на несколько часов сразу блин все население блин никакой радиации там особо не было там в киеве и всего два часа ты продолжались эти демонстрации партийные руководители на этом присутствовали о чем это должно свидетельствовать ну блин о том что если бы они этого не сделали бы куда-то хорошо гулага уже на тот момент не было куда там принудительная психиатрия как это карательная психиатрия да помните кто не любит советский союз даже сумасшедший нормально в клинику и закалываем до полусмерти до амебного состояния было же такое правда в советском союзе или забыли уже сразу и дальше пишет этот бот о том что сравнить лето как из твоего любимого харькова эвакуировали блин когда не было ни эвакуации далка страшная там все было платное в общем первое по поводу что через несколько часов эвакуировали население подвергшиеся радиации но это вранье вернее как тут даже знаете как люди вот обращайте внимание мне просто у меня жена журналист и она мне 25 лет уже блин назад учила то что ты там увидел на заборе написано или с восхищенными глазами ты представляешь надо живот и как проверяю информацию три достоверных источника информации которые имеют рек рекорд который был подтверждает то что им можно доверять так вот когда человек говорит через несколько часов было эвакуировано все население я сообщаю что это было сделано 27 апреля то есть уже через через 36 часов начали эвакуацию начали начали эвакуацию и никакие там не 100 тысяч там жила 50 40 40 чем-то тысяч человек да их начали эвакуировать только через 36 часов то есть практически через двое суток я еще больше скажу население города чернобыль начали эвакуировать 4 это через девять суток понимаете тоже можно сказать через несколько часов ну там через 240 практически часов это такое вранье наглое которое переплевывает только то что не было эвакуации я лично как происходило я из харькова эвакуировался с семьей с женой с ребенком с 12 апреля знаете как проходила моя эвакуация меня волны у меня нет личного транспорта но это велосипеды не считаю на меня никогда не было личного транспорта у меня нет неправ там ничего такого я не водитель то есть я нас вывозили волонтеры абсолютно бесплатно с северной салтанки когда они приехали прилетали рады прямо по району то есть я смотрел в окно как волонтер подходит подъезду он пригибался потому что рядом ложились пакеты рада ну там мы-то уже привычные к тому моменту были 12 апреля вы представляете сколько мы на сервер стал таки провели блин у нас там стекла вынесла пакеты авиабомбой вынесла короче не буду в общем нас бесплатно волонтеры вывозили с северной салты когда я с женой ребенком пришел на вокзал да я покупал билеты на поезд я просто пришел и купил самые самые дорогие самые дальше куда сама дальше было от харьков дальше всего было до львова на тот момент я купил эти билеты но был бесплатный поезд и он на самом деле даже раньше ушел просто я как ну так как я зарабатывающий человек и работающий я посчитал недостойным ехать в эвакуационном поезде бесплатно при том что у меня есть деньги финансы и возможность купить билет но я же говорю еще это может неправильное решение было в том смысле по отношению к моей семье потому что эвакуационный поезд пропустили вперед а мы наш поезд который платный был задержался там нахрен знает сколько так что не надо чесать потому что когда вы начинаете рассказывать о том что там платно давка конечно давка и учтите ребята что эту даку сделали кто не авария на чернобыльской аэс да а рукотворное специально обученные люди россияне которые пришли и обстрелили с минометами авиации снесли в первую очередь на наши на северной салтовке что обстреливали в феврале месяца тепловые станции котельные чтобы люди начинали замерзать я думаю что это было я сейчас думаю зачем они это делают то есть абсолютно самый военный объект был у нас на северной салтовке это шиномонтаж я даже на видео там когда записывал что они делают но в этом нет никакого военного смысла я сейчас уже понимаю что это было целенаправленно для того чтобы создать огромную представляете салтовка это 500 тысяч населения это спальный район 500 тысяч это больше областных центров некоторых в украине и вы представляете эта масса народа начинает бежать какая была давка на дорогу как а конечно было давка только надо забыть не забывать о том что это не метеорит тунгусский упал а что это нас братья в кавычках россияне блин обстреливали авиабомбы вы не видели как снимали невзорвавшиеся бомбы с девятиэтажек на северной салтовке авиационные это сделали россияне и мы будем об этом помнить и сына и дети наши будут помнить и внукам нашим не дадим об этом забыть понимаете о том что это сделали тех кто назывался на нашим старшим братом блин никогда понимаете никогда больше украинцы с россиянами не будут блин в одной стране на поколение вперед так точно то есть пока это не забудется все не сотрется как и не знаю как какой-то там не знают неолит блин что мы знаем сейчас это неолит и также все забыли уже все буду украина перебьем их мире перемелем блин сейчас приходит оружие мы будем с таким удовольствием их кромсать и сейчас уже этим заниматься просто не было инструментом сейчас нам этот инструмент мы просто будем приходите все россияне кто хочет видеть украину русским миром приходите сюда мы вам тут не чернобыль устроим а блин я не знаю что ну в общем вы знаете что кто здесь был тут уже знать рассказать ничего не может потому что в пакете возвращается язык отдельно башка отдельно как в том анекдоте когда башку оторвал она ищет корпус одежда мое тело а башка рет я здесь я здесь а че же в уши там на мне вот так вот это и будете возвращаться к себе домой свои гребень а родные россияне